О том, что интернет когда-то победит традиционные СМИ, говорили раньше различные футурологи, люди, занимающиеся прогнозами. И были какие-то отдельные случаи некого такого выигрыша или решающего вклада интернета, ну скажем, в избирательные компании или в какие-то маркетинговые компании. Сейчас состоялось грандиозное событие, которое открывает, по сути дела, целую эпоху. То, что Трамп победил Клинтон, это победа интернета над традиционными СМИ. Там 80-90% традиционных американских СМИ, всех нам известные телеканалы, газеты, журналы работали на Клинтон. На Трампа работал интернет и Викиликс. По статистике, 25% избирательного фонда Трампа было брошено на интернет, тогда как Клинтон бросила всего 3,5%. При том, что у Трампа в два раза вообще был меньше его избирательный фонд. И вот такая, как говорится, сокрушительная победа. Это, конечно, эпохальное серьезное событие. Конечно, мы все понимаем, что традиционные СМИ, они не остаются в своих рамках. Что они не просто там вот я телевизор и все на этом. Понятно, что у этого телевизора идет ретрансляция в YouTube, у него есть собственный сайт. Они поддерживают различные блоги в социальных сетях и так далее. То есть они стараются конкурировать и с социальными сетями, и в социальные сети тоже заходят. Вроде бы как противопоставлять трудно. Козы, которые предъявляют традиционные СМИ, это качество картинки, качество подачи информации, ее упаковка, так сказать. Но сети, которые, может быть, работают более грязно и не имеют такой упаковки, имеют преимущество в оперативности. То есть, грубо говоря, если я с мобильным телефоном снимаю только что произошедшую какую-то аварию или митинг или еще что-то такое, то эта новость, моментально распространяющаяся в социальных сетях, куда я выкладываю это видео, она, естественно, опережает съемочную группу, которая приедет через некоторое время с известного телеканала. И известный телеканал может подать это тенденциозно, а я живой свидетель, который как бы не заинтересован, человек из толпы, и мне можно верить, тем более я дал все гораздо оперативнее. И обогнать будет очень трудно. Поэтому получается, что традиционным СМИ нужно идти от новостного формата уже в то, что привыкли делать раньше газеты и журналы. То есть, в интерпретацию событий. А интерпретации событий ангажированы. То есть, вот лонг-риды, которые мы все любим читать, они все равно имеют определенную позицию. И, значит, здесь они, конечно, если пойдут в интерпретацию, здесь они могут только за счет как бы некого ума, фактуры, некого большей аналитичности, чем это сделает человек из толпы, который даст вот просто только сырую картинку и все. Еще одно преимущество традиционных СМИ – это некий доступ к эксклюзивной информации, которую тоже человек из толпы не получит. Ну, например, они там все аккредитованы у каких-то политиков, находятся в пуле, в президентском пуле, в премьерском и так далее. С официальных мероприятий получают и так далее. Но здесь традиционные СМИ, какие-то блогеры с огромной посещаемостью могут их, в принципе, догнать. Или какие-то интернет-ресурсы, которые могут их догнать и тоже получать такие аккредитации, если они по значимости, по читаемости будут сопоставимы, их тоже будут аккредитовывать. Получается, что современная тенденция развития медиа, она такова, что мы будем видеть монополии на те или иные виды деятельности. У кого что лучше получается. Не будет такого, что есть один там СНН или там в России один первый канал или еще что-то, который занимается всем и является монопольным поставщиком новостей или интерпретаций. Будет так, что кто-то специализируется на сырых новостях, кто-то как стрингерское агентство работает, кто-то работает на лонгридах, кто-то работает на официозе, кто-то еще. И каждый будет монополизировать именно еще одну свою отрасль, в которой он будет лучшим специалистом. А люди будут там смотреть, пользоваться и тем, и другим, и третьим и так далее. Еще в социальных сетях есть проблема авторства, что людям неинтересен источник, важна сама информация. Ведь мы видим феномен вирусности, вирулентности, когда что-то распространяется независимо уже от того, кто это распространил. Один, другой, третий, пятый, да, и еще, в общем-то, постмодернисты французские заговорили о том, что есть такой феномен смерти автора, что люди смотрят на контент, на содержание, и достоверность источника их не интересует. На самом деле есть сложная диалектика. Достоверность источника тоже интересует, потому что в последнее время стало очень много вбрасываться фейков смонтированных, умело сделанных и так далее. И, пользуясь ситуацией смерти автора и вирусностью, изготовители фейков поняли, что для них наступило золотое время, и можно это все делать. Соответственно, возникает обратная реакция, когда люди ищут достоверный источник, который хорошо информирован и всегда отвечает за свои цифры, слова, приведенные факты и так далее. То есть, соответственно, возникают ценности таких источников тоже. Вообще, обычный человек, в принципе, допускает такую для себя золотую середину, когда, с одной стороны, он пользуется определенным источником информации. Если в нем фейки появляются недостаточно часто и не являются основным содержанием, то, в принципе, он готов этому источнику вполне нормально себе доверять. И, конечно, любой уважающий себя источник, он должен следить за этой информацией. То есть, никакая смерть автора не способна это отменить.